Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Да, ну вот подростковый возраст, он, как известно, он полон противоречий, полон отрицаний. Это действительно сложный период. С какими вопросами чаще всего к вам обращаются родители и подростки? Ну, так как наш центр больше работает с зависимостями, то есть наркотическими, алкогольными или же гаджетами, которые, как обычно, они сейчас заполонили, мне кажется, жизнь каждого человека, не только подростка. Также недавно открыта программа по депрессии, и поэтому вопросы очень часто в последнее время к нам обращаются. Родители не знают, что делать, они не знают, что предпринять и как помочь своему ребенку. Также, естественно, все проблемы связаны со школой, поведение в школе, контакт с родителями, контакт со сверстниками. То есть такой большой спектр на самом деле, и родители действительно многие не знают, что делать, и чувствуют какую-то беспомощность, я бы сказала. Может быть, я сразу телефоны в нашей студии объявлю 67212-93-9, 67213-93-9. Если у вас есть вопросы, может быть, вы сталкиваетесь с подобными проблемами и хотите их задать, вот сейчас самое время. Да, но проблемы школьников, они отличаются от тех, ну, если мы не будем далеко ходить, которые были 5-10 лет назад? Или вот эта проблема отцов и детей фундаментальна, она вечна? – Я думаю, что она фундаментальна, но то, что стало больше проявляться, это террор через гаджеты, то есть через телефоны. Это, конечно же, появилось больше, то есть моббинг не просто кого-то обозвали или назвали каким-то неприятным для него слово, а сфотографировали, сняли видео, переслали в группу. – Травля в сети. – Травля в сети, наверное, это то, что сейчас актуально, а в целом, как вы сказали, то это проблема отцов и детей, она фундаментальна. – Да, но вот насколько, кстати, сама проблема, чего не хватает подростков, у нас буквально на прошлой неделе приходил молодой рэпер, сидел тоже вот в студии, и мы разговаривали, и вот я его спрашиваю, ну вот песни протеста, ну, как вот, чего не хватает, против чего можно протестовать, вроде бы, казалось бы, если сравнить жизнь подростков там сейчас и 50 лет назад, то есть, ну, это кажется, ну, совершенно, ну, у подростков есть все, есть возможности реализовать себя, есть возможности получить образование, крыша над головой, там, модная одежда, все возможности, ну, то есть, и все равно они, чем они недовольны? – Ну, на самом деле, это вопрос становления идентичности, то есть, в любом возрасте, в любом поколении он был, и у подростка очень много задач, то есть, задача понять, кто я как друг, кто я как сын или дочь, кто я в обществе, что мне нравится, сепарация, то есть, отделение от родителей психологическое, у них очень много задач, становление личности, поэтому вот этот вот протест, он идет, и он будет всегда, просто очень важно смотреть на то, насколько поддерживающая семья, насколько в целом климат в семье, в школе помогает ему развиваться и как-то узнавать себя, а не мешает, и то есть, чем хуже эта среда, неблагоприятнее, тем тяжелее подростку, и тем выше этот протест. – В каком возрасте начинается подростковый период, если вот так рамки обозначить? – На самом деле, раньше мы говорили с 12 лет, сейчас, если, ну, я скажу таким простым языком, мы помолодели, и по подростковому периоде мы можем говорить уже с 10 лет, да, то есть, и вот до 15 он идет активно, и с 16, если кризис миновал, то уже они начинают себя вести более как взрослые люди, но подростковый период продолжается, но уже идут вопросы про карьеру, о кем я хочу стать, но это в случае, если все прошло гладко и хорошо. – Ну, а бывает, кстати, когда, ну, точнее, это бывает, безусловно, да, когда переходный возраст проходит незаметно, но это, скорее, такие эксклюзивные редкие случаи, вот чем это обусловлено, когда вроде как прошел, и для родителя вот так вот? – Ну, я скажу вам, как психолог, не всегда, когда ребенок не реагирует, не проявляет себя, это значит, что все прошло гладко, иногда просто есть запрет на проявление эмоций, например, в семье, да, или запрет на то, чтобы показывать себя, и тогда кажется, какой же у меня замечательный подросток, и у нас все получается, да? – Он просто молчит? – Да, он просто молчит, потому что в семье так принято не проявлять свои эмоции, не проявлять свои мысли и так далее. Конечно, в эксклюзивных случаях, как вы сказали, есть такие варианты, но это обуславливается биологическими факторами, психологическими, семейными, социальными, то есть очень здоровая генетика, например, да, в семье все очень поддерживающие, привязанность совершенно безопасная, ребенок чувствует себя замечательно, интеллект шикарный, в школе замечательные оценки, все проходит хорошо, и в том случае, конечно же, все протекает хорошо. Плюс поддерживающая семья, это, наверное, самое важное, поддержка подростку, ребенку, человеку. – Ну, такая утопическая история немножко, да? – Ну, все… – Или все-таки это случается? – Это случается, просто, может быть, этот кризис просто он проявляется, но он легче переносится подросткам, когда есть вот эти все факторы, которые помогают, не мешают, когда иди, делай, не делай этого, не говори то, то есть помогают, проявляй. – Хочешь сегодня музыкальная школа – хорошо, хочешь завтра, мы пойдем с тобой на спорт – хорошо, отлично. – То есть помогают проявлять себя. – Но это зависит ли от финансовых возможностей семьи? То есть, ну, вот если какая-то корреляция, более богатые семьи – меньше проблем, бедные семьи – больше проблем? – Конечно же, нет, потому что самое главное, конечно, я тоже человек, и, естественно, что финансы, они влияют на то, что себе ребенок может позволить. Но мне кажется, ситуация в нашей стране в плане бесплатных кружков и развития для детей достаточно позитивная на данный момент, да? В целом, самое главное, отвечая на ваш вопрос, дело не в финансах, а дело в этой атмосфере дома, в здоровых отношениях между супругами, между родителями и детьми. – То есть неполные семьи – это более, ну, как бы, это зона риска, да, уязвимая? – Я так не могу сказать. Очень важны все-таки отношения между тем, с кем ребенок живет. Если с мамой эти отношения хорошие, безопасные для этого ребенка, он может поделиться, он чувствует, что ему позволяются границы, обусловлены, понимают, что можно, что нельзя. Есть структура в этой семье, то в целом он тоже чувствует себя хорошо. И эту форму или роль отца можно найти на тренировке, да, то есть таким образом общаться. – Ну, это такой заменитель, вот насколько он эффективен, если, например, тренер становится отцом, условно? – Я думаю, что это просто хорошо, что это есть, да, что этот тренер есть, эта мужская роль, она есть. И в школах, к сожалению, на данный момент, если мы сравниваем с Европой, например, в Испании очень много мужчин, учителей. Просто я была, и это очень здорово, эти дети действительно тянутся и получают это отцовское внимание, да. Но в целом, конечно, мне просто трудно вам сказать, насколько, потому что нет этих таких научных подтверждений у меня лично. Роль отца, именно если мы говорим про научные исследования, то она очень важна, да, как и роль матери. Но в целом сейчас мы говорим о том, и, наверное, вы замечаете тенденцию, что отцы тоже берут декретный отпуск. То есть этим примарным, ну, тем, кто ухаживает за ребенком и заботится, может быть, как бы любой. И очень важно, какая связь в первый этот год жизни устанавливается, и как ребенок реагирует на то, что происходит в мире, а реагирует он через отношения с этим первым человеком, с кем он встречается, кто о нем заботится. Вот вы сказали о том, что ребенку необходим психологический комфорт, в том числе, конечно, в семье. И сказали о том, что вот хочешь сегодня музыкальную школу, завтра, например, художественную. Вот эта вот свобода такая в плане выбора, это хорошо? Это хорошо, но очень важно понимать, что на самом деле хочет ребенок. Мы не говорим о том, что мы сейчас, наверное, тот, кто нас слушает, подумает о том, что мы будем вестись на то, что хочет наш ребенок, да. Это, конечно же, не о том, и в первые годы жизни очень важно установить границы, чтобы ребенок понимал, что я могу, а что я не могу. Очень важна структура, то есть даже тот же пресловутый режим дня, что мы ложимся в серию в 10 вечера, до этого мы чистим зубы и читаем сказку. Или мы встаем в 8 утра, и у нас завтрак. Это то, что очень помогает им структурировать себя и понимать, кто я. По поводу всех кружков важно дать попробовать, но и дать возможность понять, что если ты начал, то какое-то время ты пробуешь, и мы вместе выясним причину, а почему нет. Может быть, причина не в том, что мне не нравится, у меня плохие отношения с тренером, или же у меня плохие отношения с теми детками, кто тоже, или подростками в нашем случае, кто ходит в этот, например, не знаю, на эти занятия по, не знаю, гимнастике, например. У нас есть просто звонок, попросим гостя надеть наушники. Алло, здравствуйте, пожалуйста. Слушаем вас. Доброе утро. Доброе. А вот вопрос к вашей гости. Что делать в таком случае, который очень нередкий, когда подросток в какой-то момент говорит, я не хочу ничего. Он не хочет ходить на спорт. Ну, в принципе, он говорит, ну вот сейчас ничего не хочу, вот я пока вот не придумал. Да, причем он попробовал то, сё, это, по собственному желанию начинал, по собственному желанию заканчивал, и наступает какой-то момент, ничего не хочу. Да, спасибо вам за вопрос. Здравствуйте. Очень важно, очень важно все-таки поговорить с подростком и понять, сесть с ним и поговорить о том, что я понимаю твои чувства, я понимаю то, что на самом деле ты находишься в подростковом периоде, у тебя могут быть смешанные чувства о том, как ты себя чувствуешь, и твои интересы могут меняться. То есть самое важное для вас, как для мамы, акцептировать и принять его чувства, и вместе поговорить о том, а что бы всё-таки могло заинтересовать. Так как в подростковом возрасте могут меняться интересы и нежелания куда-то ходить, и здесь очень важно, наверное, мы об этом будем говорить дальше, понимать, в чём причина нежелания посещения, допустим, каких-то кружков, потому что в целом я как психолог за то, чтобы помимо школы были какие-то кружки, где он мог социализироваться, развиваться физически, и очень важно понимать, это просто кризис подростковый, либо же там идёт, например, какая-то подавленность и другие причины. Если вы как мама не можете ответить вместе на эти вопросы, то в первую очередь можно обратиться к психологу в школе, это, наверное, самый доступный вариант, да, в вашей же школе, в случае, если же вы чувствуете как мама, что что-то идёт не так, вы смело можете звонить в наш центр и приходить на консультацию, записываться. Вот у меня сразу вопрос, а всё-таки что делать, если, как объяснить, например, подростку, ну, что необходимо вкладывать, ну, вот, прилагать усилия для своего будущего, потому что, ну, взрослый понимает, что сейчас, может быть, хочется подростку гулять с друзьями, абсолютно ничего не делать, лениться, получать удовольствие от жизни, но это обернётся тем, что, став взрослым, он не сможет реализовать себя. Это не понимает подросток, но понимает взрослый. Вот можно ли оказывать, ну, какое-то давление, как убедить подростка, что сейчас нужно, ну, с утра до ночи, скажем, посещать кружки, занятия, делать уроки, и это тебе воздастся в будущем? Я думаю, что здесь, отвечая, Олег, на ваш вопрос, самое важное – это собственный пример. А что я показываю своему ребёнку, а чем я занимаюсь помимо работы? Я хожу ли я в спортзал, или же есть ли у меня хобби? То есть здесь, наверное, самое важное – это мой личный пример. И тем самым вы можете мотивировать его на то, чтобы он тоже развивался. Ну, вот, кстати, является ли проблемой то, когда родители заранее знают, в чём счастье их детей? То есть часто причиной конфликта, действительно, поколений является, наверное, несоответствие сценария ребёнка с его жизнью, может быть, и родителя. Естественно, в чём счастье моего ребёнка – это вопрос про меня, ту маленькую девочку или того маленького мальчика, который живёт внутри меня, и те, например, желания, которые я хотела, когда мне было 7 лет, кем я хотела быть и где я хотела реализовываться. И это таким профессиональным языком называется проекция на моего ребёнка, то есть, ну, наверное, с таким бытовым перенос моих желаний. Амбиции? Амбиции, да. Я очень хотела играть на пианино, это классика, но мне не дали. И тогда моя дочь Анна будет играть на пианино, потому что в этом счастье, Анна. Если ты будешь играть на пианино, ты будешь очень образованной молодой девушкой. То есть, это больше амбиции и нереализованные мечты самого родителя. И здесь очень важно, я всегда говорю родителям, задумываться в тот момент, где это про меня, где это про моего ребёнка. И в этом плане очень помогает личностная терапия, то есть работа над собой. Что она включает в себя? Это какой-то самоанализ? Это, на самом деле, наверное, вы всем знаете, что сейчас очень много тренингов в Инстаграм предлагаются и так далее. Можно читать книги, да, то есть как-то самим работать над собой. Я, как психолог, всё-таки рекомендую, когда вы понимаете, что вы ощущаете дискомфорт, и где-то вы проецируете, что нормально, с одной стороны. Мы не всегда можем с вами находиться в состоянии Будды и понимать свои чувства, эмоции, физические реакции. И почему я так сделал или сделал. Но очень важно, может быть, в какой-то критический момент обратиться к психотерапевту или к психологу. Это работа с собой, это именно проговаривание своих мыслей, эмоций, почему я так сделал, понимание причинно-следственной связи. И тем самым мы помогаем своим детям отделяться от себя и отделять свои желания, своё настроение, свои эмоции, мысли от того, кто является, ну, кем является мой ребёнок. Вот, может быть, вы меня поправите, но, как мне кажется, анализ довольно такая странная вещь, потому что ты с помощью собственной головы пытаешься разобраться в собственной голове. В чём здесь этот парадокс, как его объяснить? Ну, вот если бы вы сидели, допустим, и сами разбирались, это действительно то, что вы сказали. Так как напротив вас обычно сидит образованный, квалифицированный специалист, он вам отображает ваши мысли, ваши эмоции, и тем самым благодаря вашему контакту и анализу всё, что происходит в вашей голове, и происходит данная работа. У меня вот, да, у меня просто вопрос по поводу тоже, как влиять на подростка. Вот вы говорили о том, что собственным примером, но рано или поздно мы сталкиваемся с ситуацией, вот из знаменитого анекдота, три фразы, три фазы отношения ребёнка к маме. Мама знает всё, мама ничего не знает, мама всё-таки была права. То есть вот в этот момент, когда мама ничего не знает, в этот момент бунта, вот как завоевать авторитет ребёнка, хотя могут же быть просто вот ситуации, когда кажется взрослому, что он успешный, что он чего-то достиг, а ребёнок говорит, что нет, я не хочу, ну то есть для меня ты никто, для меня ты всё равно не остаёшься авторитетом, чего ты достиг, ты, скажем, работаешь как хомячок вот в этой домработы, домработы, я не хочу так, я хочу чего-то другого. И вот этот вот конфликт, когда взрослый в отчаянии понимает, что он не является авторитетом для своего ребёнка, что ему делать? Здесь таких два момента, всё-таки мы говорим с вами про подростковый возраст, но очень важно понимать, что все мы родом из детства слышали, наверное, да, и очень важно понимать, какие отношения у нас, я сегодня про это больше даже, мне кажется, говорю, стали и какие они были, когда ребёнок был маленьким. То есть насколько я был тогда авторитетом, насколько были у нас границы, и где-то даже я был этим авторитетом для своего ребёнка. В подростковом возрасте хочу, наверное, поддержать всех родителей, нужно понимать, и, наверное, те, у кого есть дети, слушают сейчас нас, что в подростковом возрасте на первое место становятся друзья, да, и эти группировки, это нужно понимать, что ребёнок вас не любит меньше. Просто его приоритеты сейчас больше связаны с друзьями, и в какой-то момент он говорит эти фразы, они обидные, они очень болючие, наверное, да, для каждого из нас. Но важно понимать, что это делается от того, что подростку очень трудно вербализировать свои чувства, эмоции, это связано со всеми процессами развития в головном мозге, да, например. И отсюда все эти импульсы, эффекты иногда происходят не потому, что он так думает, а потому что просто это был тот импульс, да, и отвечая на ваш вопрос, наверное, я скажу, нет какого-то рецепта, но очень важно думать с первого дня рождения моего ребёнка, каким я родителем хочу стать, что для нашей семьи ценности, что для нашей семьи важно, какие отношения мы хотим, какие границы я позволю ребёнку, потому что нельзя вдруг в 10-12 лет решить, что теперь я буду строгим родителем, и он, значит, будет у меня вот так вот себя вести, или я буду другим родителем. Всё начинается с первого дня, как он рождается. Вот вы сказали, что все мы родом из детства, но ведь родители тоже были детьми и подростками, и в то же время почему-то им не всегда удаётся понять детей, подростков и психологию почему-то. Я думаю, что в нашем современном мире в этой скорости мы просто иногда забываем заглянуть в себя и понять, что, может быть, я действительно тоже был таковым, и очень часто на консультации, особенно когда приходят оба родителей, вдруг кто-то из них говорит, так это же про меня, это же я, но для этого нужно просто время, чтобы родитель в консультации, или он просто присел на кухне даже, или в машине, вот идёт дождь, у него прекрасная погода, и подумал о том, а как я себя чувствую, и что мне, например, когда мне было 10 лет, что мне было необходимо от родителей, это самый лучший вопрос самому себе, чтобы помочь своему ребёнку. То есть это, наверное, про осознанность себя, как родителя, про осознанность своих чувств, эмоций, опять же, про всё вот это вот. Ну вот, тем не менее, пришла очень такая тревожная статистика по поводу того, что Латвия лидирует самоубийством среди подростков, и вот буквально за 6 месяцев с начала 2019 года мы расположились на 10-м месте в мире, на 2-м в Европе, и это очень такие, ну, плохие показатели, и что вроде бы, почему именно наша страна, которая вроде, ну, кажется, не самая худшая по экономике, там, по каким-то, почему именно мы? Ну, почему именно мы, мне трудно ответить на ваш вопрос, но я, наверное, более узко отвечу, что, например, депрессия у подростков не всегда и достаточно в редком случае диагностирована, да, то есть родители не знают, куда обращаться за помощью, и то есть дети сами как-то существуют, и опять же, это такое моё мнение, субъективное, что вот гаджеты и этот доступ к интернету, да, ко всем этим сообществам тоже побуждает детей, может быть, делать какие-то вещи, он чувствует себя беспомощно, он обращается за помощью не к родителям, допустим, а в какую-то группу, и, следовательно, там не всегда корректные, правильные ответы могут быть на то, как себе помочь. Если говорить про депрессию, она не всегда диагностирована, и помощь не всегда оказана, депрессия всегда – это совокупность факторов, это биологический, например, если в истории семьи была депрессия, да, или какие-то биполярные расстройства, психологические травмы, потери, например, умер кто-то из родителей, я просто на примерах, чтобы нашим слушателям тоже было понятно, это какие-то семейные факторы, например, ребёнок, родители, вот сейчас это очень актуально, к сожалению, ехали на заработки, и ребёнок, по сути, остаётся с бабушкой, которая к своему возрасту, но она не может уже заботиться, или быть настолько внимательна к потребностям подростка, и это социальные факторы, например, моббинг в школе, и вся эта совокупность факторов может привести к развитию депрессии, если помощь не оказана, то мы можем говорить о том, что может быть суицид, ну, депрессия, и потом суицид. Я напомню, что у нас в студии психолог Центра ресурсов для подростков, Елена Адыянова, и телефоны в нашей студии 67212-93-9, 67213-93-9, пишите также в WhatsApp, 2-300-6191, вот, в принципе, чем, насколько в ваш центр много людей обращается, как это сделать, как вот вас найти, большая ли очередь, может быть, запись какая-то там, то есть вот эти все... Начал работу с апреля прошлого года? С апреля, ну, с мая, например, я начала работать прошлого года. Я считаю, что центр у нас действительно, как я знаю, один в Латвии, именно для помощи подростков. Очень хорошая новость, мы недавно открылись в Лепое, и также в следующем году мы откроемся в других регионах Латвии, что я считаю, что очень здорово, потому что не все могут доехать до Риги и получить помощь. Записаться к нам, обратиться можно через домашнюю страничку PusaudiMLV, там есть как электронный такой, петая заявка, да, также там есть номер телефона, по которому можно позвонить, есть домашняя страничка на Фейсбуке, там тоже можно написать и обратиться. Вы звоните, может звонить сам подросток, и на самом деле в последнее время это становится чаще, так как те подростки, которые были у нас, они советуют нас, и те подростки, друзья, уже обращаются, и мне кажется, это здорово, это успех в своем роде для нас, и мы этому очень рады. Также родители, обычно родители звонят, они приходят на консультацию к специалисту, и мы должны понять, насколько мы можем помочь этому подростку, потому что у нас работает мультидисциплинарная команда, то есть в ней есть психиатр, психолог, психотерапевт для родителей, грубо говоря, поддержка для родителей, физиотерапевт, занятие спортом, нарколог. Это платные услуги? Это бесплатные услуги, и также у нас есть специалист по питанию, потому что в подростковом возрасте очень часто подростки сталкиваются с тем, что либо они переедают, это компульсивное переедание, либо же булимия, анорексия, такие вещи тоже есть, они всегда идут вместе с психическими заболеваниями какими-то. Это бесплатно, всё это бесплатно, то есть родитель попадает к нам, он с нами разговаривает, дальше, естественно, мы приглашаем подростка, чтобы понять, насколько подросток отвечает всем факторам, потому что пока что у нас эти две программы по зависимостям и по депрессии, и далее уже мы начинаем это сотрудничество. Можно ли на русском языке, потому что, может быть, родители волнуются, они боятся, что им будет тяжело на государственном языке, скажем, какие-то детали обсудить, объясниться? Конечно, у нас можно, и у нас действительно есть специалисты, которые говорят на том языке, которому клиент больше комфортен. Ну вот какими зависимыми? Есть звонок у нас, да, премьер. Доброе утро, слушаю вас. Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, вот вопрос такой по поводу возраста подросткового, вот наше время, потому что кажется, что сейчас он затянувшийся, и есть, например, кому уже 22-23, и все еще кажется, что у них какие-то такие подростковые замашки. Расскажите, пожалуйста, вот специалист, вот в 2019 году, какая может быть статистика, до скольки он может длиться, особенно у мужчин? Да, спасибо вам, но мы вот вначале говорили о том, во сколько начинается в таком возрасте, да, подростковое, вот когда заканчивается, заканчивается ли вообще? Вообще, да. Спасибо за вопрос. На самом деле сейчас очень много, не знаю, слышали ли вы, говорят про Z поколение, X поколение, Y поколение, millennium поколение, и мне кажется, это связано именно с этим, с тем, что действительно наше поколение молодеет немножко, если так можно сказать, и здесь, мне кажется, опять же, вопрос все-таки в том, а что мы вкладываем в детство, какие, я, наверное, сегодня повторяюсь, да, очень много по этому вопросу, как я воспитываю своего ребенка, какие у нас границы, и, естественно, как развивается головной мозг, да, потому что, например, лобная часть, это вот это я здесь показываю, отвечает за самоконтроль, и она зреет до 25 лет, да, то есть это о том, как я контролирую свои действия, как я организую свои действия, это о том, то есть если вопрос был про 20-21 год, то, например, лобная часть еще находится в стадии развития, и поэтому где-то какие-то импульсивные реакции еще имеют место быть. Но я думаю, что это моя такая рекомендация, затягивать не стоит, если вы чувствуете, что человеку самому от этого дискомфорта, то лучше обращаться за помощью, чтобы как-то немножко себя научиться организовывать, потому что это очень важный навык, мне кажется, в 21 веке. Насколько вы... Ну, а длиться, может, до какого все-таки периода? Ну, мне кажется, есть официальные данные, да, это где-то 10, до 18 мы называем подростковым возрастом, и даже на нашей домашней страничке, а дальше это уже что-то другое, но это не про продавцовый возраст. Это уже расстройства какие-то. Ну, не всегда, это может быть особенности личности, да, это может быть где-то нежелание брать ответственность, то есть это уже... Инфантильность. Инфантилисть, но это о том, это уже, знаете, отдельный эфир, наверное, если мы будем говорить об этом. А вот по поводу все-таки развития подростков, насколько они понимают или не понимают, вы говорите про моббинг, про какие-то вещи жестокие, можно ли говорить, что дети могут быть более жестокими, чем взрослые, потому что они не понимают последствия своих действий, И вот, например, суицид – это, в принципе, для них тоже как будто бы игра, как будто они не понимают, что это необратимость каких-то своих действий. Если мы говорим про суицид, и люди, которые готовы сделать суицид, по статистике, мальчики больше идут и делают, и так делают, что, к сожалению, мы имеем очень негативный исход. Вот. А в целом, если говорить про суицид и про тех, не попытки суицида, когда это может быть и привлечение внимания, это, ну, про попытку, да, или про то, что человек действительно, подросток, не знает, как ему поступать, и от этого он пробует, делает и так далее, но ему также нужна помощь. Если мы говорим про те моменты исхода, когда ребёнок, подросток уже сделал то, что он сделал, то здесь важно понимать, в каком психологическом состоянии он находился, да, и, скорее всего, он уже, у него уже отсутствовало как таковое критическое мышление, он уже находился в очень узком таком восприятии, да, и от этого он совершал какие-то действия, поэтому здесь совокупность факторов. Отвечая на ваш вопрос про моббинг, опять же, я такую сноску сделаю на развитие всё-таки головного мозга, всех этих процессов, той самой лобной части, и я, например, как человек, который работал в школе 4 года, вам могу сказать, что очень важно вести превентивную работу, начиная с первого класса. И сейчас есть очень много программ, и специалисты, группы поддержки в школе этим занимаются, чтобы просто этого не было, потому что моббинг сам по себе – это отражение того, как я чувствую себя внутри, да, то есть, почему я хочу кого-то обидеть, потому что мне самому плохо, я сделаю это первым, чтобы не сделали мне. Ну вот, да, опять же говоря, о таком явлении, как моббинг, буллинг, да, как правило в школе, вот, насколько часто ведь подростки боятся сказать об этом, чтобы не расстроить родителей, чтобы не показаться слабыми. Как распознать это, о чём молчит ребёнок, и что он молчит непросто? На самом деле, это изменение в поведении, наверное, самое важное, это, может быть, он стал более закрытым, может быть, стал более агрессивным, импульсивным, потому что надо же где-то выражать свои эмоции. Также это могут быть изменения в аппетите, он может есть больше или меньше, он может хуже или лучше спать. Наверное, самый такой звоночек для родителей – это нежелание ходить в школу, и тогда очень важно обратиться в школу к психологу, социальному педагогу и всё-таки поговорить. Но я вам скажу, что в целом, несмотря на того, школа большая или маленькая, в целом это всегда видно, есть этот моббинг или нет, и это очень важно, сотрудничество родителей и школы в этом вопросе, да, и понимание причин. Потому что нам всем нужно понимать, что мы те взрослые, которые учим и показываем примеры, о которых я уже говорила, да, и ни в коем случае нельзя давать детям разбираться в том, что происходит. Очень важно внедряться и показывать взрослый пример. А вот скажите, вот по поводу гаджетов, мы вначале затронули эту тему, как понять всё-таки, где эта граница, потому что дети увлечены, да, но это, простите, 21 век, многие, может быть, из них станут программистами. То есть, ну вот, увлечение, ну скажем, подростка этими гаджетами, как родителю понять, что вот это опасная грань, или это просто нужно… Допустимая. Допустимая. Ну и наоборот, надо приветствовать, что, может быть, он действительно увлечён, а это будет его будущая профессия, а мы его просто хотим лишать интернета и мешать ему. Это такой очень частый вопрос, который задают, и я всегда размышляла, как на него отвечать. Но будем честными, что до определённого периода, это 3-4 года, в целом детям, в целом не стоит знать, что такое гаджет, насколько это возможно, да, потому что там идут самые главные процессы, опять же, в головном мозге развитии. Дальше – это всегда лимит времени, то есть, это час в день, и как ты его хочешь разделить. Это может быть 30 минут за 30 минут, это может быть 15, 15, 15 и так далее, да. Очень важно предупреждать, что, Миша, у тебя осталось 10 минут, и потом тебе придётся выключить, у тебя осталось 5 минут. То есть, важно с детства учить, опять же, обходиться и контролировать себя. Я также, многие говорят, вот он зависим, многие родители так думают или слишком увлечён, что же делать. Мы не можем забрать и ничего дать взамен. То есть, необходимо организовать жизнь своего ребёнка так, чтобы он был занят помимо того, чтобы сидеть в гаджете. Да, то есть, у тех же подростков… Альтернативы. Конечно, это кружки, это времяпрепровождение на свежем воздухе. Сейчас наши подростки, их, конечно, как-то все демонизируют иногда, но в целом, посмотрите, они все очень спортивные, они все за здоровый образ жизни в целом. Они все у нас на мотороллерах, на скейтах, они куда-то ездят, смотрят, они другие. И у них очень много плюсов, они умеют себя занимать. И, наверное, в чём-то заслуга их родителей, которые научили. То есть, лимит, лимит обязательно с детства. Но вот с какими зависимостями у подростков вам приходится наиболее часто сталкиваться? Это и психотропные вещества, это и компьютерные, и гаджеты, наверняка есть и другие какие-то зависимости. Ну, ещё, естественно, от никотина, это курение. Курение чаще всего, с чем я, наверное, про свой опыт расскажу, сталкивалась это обычно из-за того, что просто в компании курят, поэтому я тоже курю. Чтобы стать той компанией, как мы помним, самое важное – это относиться к какой-то группе в этом подростковом возрасте. Конечно, в нашем центре и приходят и с наркотической зависимостью, и злоупотребление алкоголем, но на самом деле, наверное, большинство, с чем я сталкивалась, это страхи, тревоги по поводу гаджетов, телефонов, планшетов, компьютеров. Это всё-таки со стороны родителей страхи. Да, и я вот хотела упомянуть, что очень важно в нашем центре, чтобы подросток сам хотел участвовать, чтобы у него было желание меняться, потому что в целом это уже сразу успех, что мы его спрашиваем, а хочешь ли ты, потому что для подростков очень важно, чтобы они чувствовали уважение, такой респект с нашей стороны и понимание того, что их мнение также учитывается. Да, ещё у нас звонок есть. О, сорвался. Да, перезвоните, 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Ну, а с другой стороны, вот как понять, знаете, вот проблема-то или нет, потому что есть замечательный совершенно анекдот, когда мама приходит с работы, находит записку, там, мама, я встретила там Ахмеда, я его полюбила, я решила принять ислам, я буду его третьей женой, у него, правда, спит, но, значит, мы решили, знаете… Ну, это прям такой радикальный. Да, а в конце приписка, на самом деле я ушла просто к подруге, вот, ну, чтобы ты понимала, что это не так страшно, как могло бы быть, то есть вот смысл в том, что, да, может быть, родители волнуются, беспокоятся, но где вот эта грань, вот, за которой нужно, может быть, всё познаётся в сравнении? Наверное, я отвечу вам так, что самое важное для каждого ребёнка понимать, если вы видите изменение функционирования его жизни, да, что что-то поменялось, он не хочет ходить в школу, он не хочет ходить на кружки, он изолируется от друзей. Это уже вам звоночек подумать о том, чтобы начать разговор, и в случае необходимости есть подростковый ресурсный центр и другие специалисты, которые могут помочь. То есть самое важное, насколько он успешно функционирует в жизни. Ну, вот, говоря об индивидуальном подходе, в том числе и в школе, да, вот, если ещё 10 лет назад, например, двоечник был просто двоечником, то теперь это, возможно, ребёнок, который не успевает, потому что у него там рассеянное внимание, какие-то особенности и прочее, и нужен тут особый подход. Это правильное отношение, на ваш взгляд, или здесь тоже есть какая-то крайность такая вот, которая может навредить ребёнку? Ну, я вам скажу, что, например, про рассеянное внимание, это, ну, про концентрацию внимания, то есть ребёнок долго не может удерживать внимание, допустим, 10 минут он качественно работает, и далее его внимание снижается, и он допускает больше ошибок, нежели он может. Если мы ребёнку прописываем индивидуальный план, да, это в школе делается, и даём возможность отдохнуть и дальше сделать, опять начать работать, мы помогаем ему, его самооценкой почувствовать, что я так же компетентен, я так же могу, как и другие. Это помощь, это поддержка, это очень важно, индивидуальный подход, это очень важная и нужная вещь. Она, может быть, нужна была и другим поколениям, просто сейчас только мы до неё дошли. Это очень важно. Почему становятся двоечниками? Хороший вопрос. Конечно, есть интеллект. Интеллект, он в большей мере всё-таки зависит от родителей, это такая генетическая, мы её, как сказать, рождаемся уже с этим, и есть, конечно, социальные факторы, то, что нас учит, и всё это совокупность интеллекта. Интеллект. Если интеллект низкий, да, или же, например, есть это рассеянное внимание, и человек не получает помощи ребёнок, то он получает низкие оценки, да. А психологический фактор, ему просто неинтересно, у него отсутствует мотивация. Сейчас вот эта школа 2030, да, работает с тем, чтобы как-то модернизировать этот подход детям, чтобы им стало интереснее. Я думаю, это тоже очень важно. Что просто им перестаёт быть интересно, или в подростковом возрасте есть другие приоритеты. Вообще кризис, да, мой кризис личный, моей идентичности, а не учёба в школе, математика и так далее. Ну, это уже задача педагога и родителей. Конечно. Даже, я думаю, что в большей мере командная такая работа. А скажите, сколько примеров... А, ну вот у нас звонок есть, да? Да, ну, временно. Здравствуйте. Добрый день. Я бы вот хотела спросить у вас. Мой внук живёт в Америке, ему 4 годика, и ходит в детский садик, где, как вы говорите, что вот деткам можно смотреть, ну, у нас, например, на какое-то короткое время вот гаджеты. Как мы наблюдали, там совершенно не обращают внимания, сколько ребёнок сидит вот у компьютера, и за час-два... Меня возмутило то, что он смотрит на экран, как бы глаза держит, ну, выше, чем как бы перед собой. То есть это, как бы, я считаю, что не очень хорошо для зрения. Вот. И если вот он ко мне приедет, то в какой бы садик такой, ну, хороший, можно отправить вот такого вот ребёночка, ну, чтобы там вот он развивался как бы, ну, как бы посещал бы вот такой садик у нас, детский сад. Есть ли у нас такое? Да, спасибо вам. Спасибо большое за вопрос. На самом деле, я вам скажу так, нет плохих или хороших садиков, это как со школой. Очень важно искать воспитателя или педагога для ребёнка, с которым будет хорошо. Вот это важно здесь включать интуицию каждого родителя или бабушки и дедушки, и приходя в сад, почувствовать, как бы мне здесь было, если бы я была здесь, там, 8 часов, да. И важно найти этот контакт с педагогом, воспитателем и по такому моменту уже и определять, отдам я его в этот детский сад или не отдам. То есть образ или личность педагога, наверное, самое важное, а не номер садика или название садика. Сколько примерно вот человек, подростков прошло через ваш центр? Вот продолжаете ли вы, остаются ли какие-то контакты, то есть вот следите ли вы за теми, кто обращался к вам за помощью? Про определённое число честно вам не скажу, к сожалению, да, но это количество, оно достаточное. Но отвечу вам на второй вопрос, то что любой подросток, который заканчивает с нами сотрудничество, мы через полгода созваниваемся с родителями, с подростком, мы узнаем, как дела, но у него всегда есть возможность позвонить нам в случае, если что-то, есть обострение какое-то, или он чувствует, что он не справляется, и также родители. То есть это не происходит так, что мы заканчиваем сотрудничество, закрываем дверь, и всё. Мы всегда открыты, и мы всегда за то, чтобы он пришёл, ещё раз прошёл, допустим, программу консультации, или же пришёл одноразово, что тоже помогает. Ну, приходят и после. Да, да, есть так, что обращаются. Ну что же, у нас, наверное, уже… Да, ну, время уже, к сожалению, подходит к концу. Спасибо большое. Сегодня психолог Центра ресурсов для подростков, Елена Адыянова, была в нашей студии. Спасибо вам большое. И если мы обращаемся уже к нашим слушателям, если вы сталкиваетесь с проблемами, вы можете найти или через Фейсбук, или просто найти через Гугл, нагуглить и узнать контакты Центра. Спасибо. Спасибо большое.